История произошла 17 января. Так, в поход за вкусняшками для 15-летнего подростка закончился травмой. Снег упал ему прямо на голову, тем самым сбив с ног. Мальчик упал на выходе из магазина, который расположен на первом этаже жилого дома. Звук отрухнувшего на землю снега сразу же привлек внимание окружающих. Его было слышно даже за стенами соседнего киоска. Я услышала грохот, шум. Падает снег и мальчик накрывает этим снегом. Одни ноги только. Мы вынесли стул ему. Посадили с него кровь, вообще он много крови. Всякутка в крови, капюшон весь в крови. Вызвали скорую. Подросток получил рваные раны головы. В больнице наложили швы, сделали рентгены. По словам отца, не обнаружив повреждения черепа, отпустили домой. Хотя поначалу, опять-таки по рассказам главы семьи, мальчик говорил не связанное. В первый день терял сознание. Сейчас он после больницы, после перевязок он постоянно лежит дома. То есть никуда не ходит, ни в школу, ни на тренировки. Лежит постоянно под глазами все синее. То есть, ну и спать не может тоже, потому что боли головные. Судебную медицинскую экспертизу назначили. Прошли, сейчас через 10 дней будем повторно проходить ее. Сейчас свое внимание родители посвящают здоровью ребенка. Уже после намерены начать разбираться, кто виноват и почему крыша жилого дома оказалась нечищенной. Хотя очевидно, что за это должна отвечать управляющая компания. Все равно, где у нас на самом деле нависает на балконах какие-то опасные, мы всегда снимаем. У нас есть прямо лица, которые мы нелегодно снимаем, убираем на Ленинском проспекте. А это вот просто даже, это вообще просто, я бы сказала, даже тот точно какой-то орог. Потому что я, конечно, очень беспокоенна. Я сама очень сильно переживаю. Как рассказал директор управляющей компании, сход снега был якобы не с крыши дома, мол, убирают они там регулярно, а с крыши балкона на пятом этаже. И часть ответственности они намерены разделять собственниками этой квартиры. Между тем, родители пострадавшего подростка рассказывают, в управляющей компании заявили, что уже готовы компенсировать затраты на лечение. Вы, говорит, к нам приедьте, мы с вами поговорим по этому инциденту. Я говорю, ну, смысл, сейчас ничего не понятно со здоровьем ребенка. Я говорю, занимаюсь ребенком, я сейчас говорю, к вам некогда ездить. Однако Снегиревы собираются подавать в суд, чтобы впредь ответственные лица были внимательнее. И история не повторилась, ведь еще неизвестно, как полученная травма скажется на здоровье их сына. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.